Ирина Лаптева, редакторы, и сказали, а ты что стоишь, пошли. Ну я с ними и пошел. Вот смотри, смотри, это ты. Да, это я. Меня, кстати, никто не выбрал. Ни одна. Это 92-й год. Да, это осень 92-го снимали, как раз я помню. Было дело. То есть сколько лет прошло? 29. Больше половины жизни. Да. Ну, сегодня тебе 50 лет. Жизнь только начинается. За кого ты болеешь в этой серии? Я болею за московское Динамо футбольное и за хоккейное. А в этой серии я за натаков и не болею вообще. А почему? Ну, потому что я считаю, что я должен быть нейтрален. Чтобы у меня не было никаких, никого преференций. Чтобы более объективный был показ. Легче работать, да? Ну, конечно. Когда ты, например, привязан за одну команду, ты будешь ее так показывать, другую команду будешь так показывать. А это неправильно. Все должны быть в равных условиях. Андрей, ну ведь ты же придумываешь, с чего начать программу, да? Что показать? Вот сегодня ты начал с полной луны, полнолуния. Да, сегодня полнолуния. Грех был не воспользоваться. И очень было сложно поймать эту луну. Я не знал, что она так быстро движется. Мы выставляем кадр, а через две минуты она уже ушла. И вот мы ее ловили. Стас Романовский ее все-таки поймал. И начали с луны. Может быть, это как-то повлияло на исход игры, нет? Ой, я, честно говоря, не разбираюсь в лунных делах, поэтому не уверен. Спасибо и с днем рождения. Спасибо. Пока. Николай Крабель. Это я. Готов нам дать разбор игры Бориса Белозерова. Пожалуйста. Ну, я не знаю, что до меня говорили коллеги. Какая разница? Да, ну, кажется, что вот я походил сейчас по саду, все скорее обсуждают, разве что, на каком вопросе случился перелом. Потому что мы с тобой прекрасно знаем, что даже игры, заканчивающиеся с крупным счетом, довольно часто делаются на каком-то одном вопросе. Либо в ту, либо в другую сторону. Пожалуй, кажется, что все-таки вопрос про веер был ключевым сегодня. Почему? Потому что и это довольно частый ответ, а, как мы знаем, игра редко прощает, когда ты не даешь каких-то частых ответов, привычных реалий и так далее. Плюс кажется, что вся эта игра была про то, как капитан и вся команда пытались, то, что называется, откалиброваться, понять, где нужно отвечать что-то более вычурное, где что-то простое и так далее. И кажется, вот это был момент, когда они попытались ответить, имея красивую, хорошую, правдоподобную версию. Наоборот, что-то очень простое писатель пишет пером. Ошиблись и в этот момент, и дальше ты уже совсем не понимаешь, где надо просто, где сложно. И это получилось, что еще несколько раз случилось с игрой. И я специально уточняю, это не про капитана. На том вопросе было отчетливо видно, что Боря искал еще во время последних 15 секунд обсуждения поддержки в команде, какая версия больше нравится. И, пожалуй, со стороны мне показалось, что ни один игрок не сказал вслух четко, что ему больше нравится версия веер. И кажется, что... Ну, как будто бы команда так сбросила, вот тебе версии, выбирай. Да, Боря опытный капитан, но кажется же, что шесть человек над этим должны работать. Возможно, там с новых членов команды чуть меньше спрос, особенно понимая, что один из них и придумал красивую, правильную версию. Но вот со старичков, конечно, я бы в первую очередь за это и спрашивал. И мне кажется, это то, что случилось ключевое в сегодняшней игре. Боря опирался на Кима, да? Нет, 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 это не про это. Это как раз про то, что все игроки команды либо совсем не высказывают, как мне показалось, мнение, а что же им больше нравится, либо, как, например, в этом вопросе, скорее поддерживают то, что в итоге Борис и отвечает. И получилось, что, например, в этом пресловутом вопросе Боря, чтобы ответить веер, надо было не только поверить в красивую версию, но еще и, по сути, пойти против большей части команды, которая говорит, да, перо лучше. Понятно. Спасибо, спасибо, Коля. Жаль, что так получилось. Жаль. Кто это у нас в красном пальто здесь стоит? Как обещала, вернулась. После Коли, конечно, очень сложно комментировать. Я думаю, что он дал исчерпывающий комментарий. Капитан Елена Потанина. С огромным удовольствием всегда наблюдаю разбор полетов от Николая Крапеля. Как капитан, скажи, что... Какие ошибки Боря допустил на твой взгляд? Я, если можно, не про ошибки. Мне вот... Можно, тебе можно, да. Мне хочется, спасибо большое. Я думаю, что Боря очень много потратил энергии на то, чтобы сделать команду командой, потому что шесть человек, которые играют в первый раз, это всегда новость для капитана и для команды. И когда команда привыкает быть единым составом, они понимают друг друга с полуслова. Когда появляются новые ребята, какими бы прекрасными они ни были, это всегда вызов. Вот сегодня ребятам не удалось справиться с этим вызовом. Но не потому, что они стали слабее или хуже. Просто потому, что это новый коллектив, которому нужно время, чтобы сформироваться. Новички сегодня, как они, растерялись или пытались включаться в игру? Пытались и включались, и играли, но в меру сил и волнения оно ощущалось, безусловно. Я очень хорошо знаю, как играет Ася. Она великолепнейший игрок и милейшая девушка. И я уверена, что у нее в клубе очень большая судьба, и я с удовольствием буду ее наблюдать. Лен, ты начинала, дай его в памяти, в 2006 году в одной команде с Лизой Авдеенко. И буквально на следующий год ты стала капитаном, а Лиза дебютировала в этом кресле неделю назад. Как тебе понравилась прошлая игра? У Лизы очень красивая команда. Потрясающие красоты игроки в ней собраны. Вот это мне очень понравилось. Так, а то, что у тебя тоже все команды были красивые, это все, что ты можешь сказать? Нет, ну ребята старались, ребята играли. Но было любопытно наблюдать, да, была очень интересная программа. У Лизы есть будущее, как у капитана? Ну, это только время покажет. Я думаю, что это только время покажет. Ты ревнуешь? Я не ревную, просто ты хочешь меня, очевидно, спровоцировать на какие-то ответы. Что-то, это не про меня вообще. Совершенно не поддаюсь. Я не могу комментировать, потому что, во-первых, у меня не было в зале, я смотрела только по телевизору. По телевизору лучше видно, говорят. По телевизору, на самом деле, видно всегда чуть-чуть иначе. Потому что, когда ты в зале, ты понимаешь, кто что, когда сказал и что сделал. А здесь вместо пяти камер только, прошу прощения, только одна камера. И это, конечно, в пять раз меньше, чем ты видишь, когда ты смотришь своими глазами. Поэтому мне немного сложно оценивать ситуацию. Да, но Боря Белозеров сегодня как-то совсем растерялся. Я помню, ты когда-то посоветовала его в клуб, и у него были и взлеты. Но сегодня не его день. Боря всегда очень переживает, мне кажется, когда ты напоминаешь, что я посоветовала его в клуб. Во всяком случае, в трансляциях я это уже слышала. Это абсолютно нормально для любого капитана, когда бывают и взлеты, и падения. Ну, Боря, на мой взгляд и вкус, один из лучших капитанов. Самых интересных молодых капитанов. Я знаю, что у него взлетов гораздо больше, чем падений. Он классно умеет играть, ну, а проигрывать мы тоже все классно умеем. Успехов! Спасибо большое! Спасибо, Лена! Счастливый, ребят! Тимур Кофиатуллин, прямая трансляция, привет! Добрый вечер, или точнее, доброй ночи, вечер-то давно кончился. Тимур, ты уже как, расслабился после прямого эфира, или наоборот, я вижу, ты какой-то напряженный? Да я и не напрягался, если честно. Я расстроен. С другой стороны, я никогда не критикую действия капитана, потому что, по-моему, капитан – это человек, который всегда знает и понимает, что происходит в его команде, и старается вести его за собой. Если капитан решил, что так будет лучше, значит, так и нужно. Не критикуешь действия капитана, но все-таки ты чем-то недоволен, я вижу. Я недоволен только собой, претензии могут быть только к себе. Тем не менее, у тебя в руках хрустальный атом, это приз лучшему на такой игры, значит, ты сегодня был лучшим, очевидно. А у команды поражение? У команды нет результата? Привет, Ася. Привет. Ты не застряла в лифте, это большая радость. Единственное, на сегодня, пожалуй, так. Тем не менее, эфир позади, вы не упали в обморок, это уже, в общем, достижение. Это была вторая фобия, вы очень ловко ухватили, как бы, да. Но, скажем так, программа «Минимум не упасть в обморок, не застрять в лифте» выполнена, но касаемо игры, я очень недовольна собой. И я думаю, что, во-первых, я хочу еще. Я хочу еще. И я, не знаю, я чувствую просто, сейчас я чувствую, ну, у меня нет слез, у меня нет каких-то ярких эмоций, я чувствую абсолютно выжженную пустыню. Но мне кажется, что чем ниже ты упал, тем интереснее, и тем интереснее тебе будет подниматься. Да, семь раундов действительно маловато. Тимур, по-моему, 11 лет ты шел сюда, да? Да. Наконец дошел и, не знаю, кажется, мы еще не все сказали. Ты знаешь, вот я помню отборочный тур в эту команду, ты прошел 23 февраля этого года. Совершенно верно. Свой день рождения? Да. Сегодня 28 марта, день рождения моего отца. Знаешь, что самое интересное? Андрей Козлов прошел отборочный тур 23 февраля 1986 года, то есть за 35 лет до тебя. И, видишь, у него, в общем, сложилось все неплохо. Так что, видимо, это счастливый день. Тогда, с другой стороны, были жестче правила, тогда команду после первого поражения выгоняли из клуба. Верно? Да, да, да. Может быть... Он потом вернулся. Я знаю, ты владеешь каким-то огромным количеством языков, расскажи. В университете вторым языком я получил датский. Меня определили в группы так называемых редких языков, хотя моими одногруппниками были студенты, учившиеся до этого на курсах так называемых редких языков с китайским и арабским языками. Вот, потом третьим языком я взял испанский, был выбор между испанским и французским, и, наконец, турецкий, чтобы не забывать татарский. Четыре языка я изучал в университете. Гимо? Да. Это не значит, что я на них хорошо говорю, но иногда помогает. Многие зонтаки и магистры сейчас в интервью называли тебя очень классным игроком, то есть они с тобой играли, так что... Ась, про себя тоже говорили много хорошего. Это приятно. Да, но... Расскажи о своем пути сюда. Ну, он был, наверное, долгим, потому что, ну, то есть это был мой первый отбор, но до этого я просто не ходила на отборы, но всегда хотела. Вот, ну, то есть просто как-то не складывалось. Что, когда я начала играть очень давно, моей маме не нравилась моя компания дворовая, вот, и она меня отправила на тренировку в ближайшую школу, к дому. Просто потому что там был тренер, там играли в что, где, когда. Вот, это мне было 14 лет, и я занималась двумя вещами. Гуляла и читала книги, вот, и потом вот эта часть сгуляла, немножечко переместилась туда, как бы, что, где, когда, вот так. То есть путь такой, в общем-то. Мне приятно, что про меня говорили хорошо, но как бы... Это пройдет, ты не волнуйся, да. Что необычного было сегодня на игре, вот, Тони, как вы себе представляли, да, что будет, и что было не так? Мне кажется, что не сложилась магия, которая складывалась, которая у нас была. На тренировках была, у нас на тренировках были игры, которые мы вытаскивали из, по-моему, одна-две были, которые мы вытаскивали с большего, как бы, минуса. Вот, но каким-то образом, да, то есть мне кажется, что сейчас не повезло абсолютно ни в чем, но я говорю, мы поднимемся. Если нам представится шанс, мы поднимемся. Тимур, на Супер Блиц, вот, господин Друзь сказал, что не стоило новичка сажать на Супер Блиц, потому что, ну, вот, стратегическая ошибка, считает магистр. Что ты можешь на этот счет сказать? Я могу сказать, что это было решение капитана, и я ни в коем случае его не осуждаю. Был готов. Было или не был, готов, не могу сказать, но готов был выручить. Выручить не получилось. Я хочу вклиниться. Я не готова сказать, что это было решение капитана, это была просьба команды, потому что в Тимура мы очень верили, и мы в него верим, мы продолжаем в него верить. И как бы в той ситуации, которая у нас, ну, если бы счет был другой, возможно, что-то было бы по-другому, то есть какие-то другие решения принимались бы на Супер Блице. Но Тимур — это игрок высочайшего класса, который может и сможет, и Супер Блиц у Тимура будет. Ребята, а в какой момент вы, может быть, перестали верить в победу? Привет, Никита. Привет. Я верила до последнего. Во все мы верили.